Сегодня мы продолжаем свой проект «Октический институт и Национальная библиотека Республики Саха-Якути». Координатором со стороны Национальной библиотеки Саха-Якути проекта «Эпоха и музыка» является главной библиотекой Национальной библиотеки Саддана Васильевна Алексеева «Отличной культуры» в Мерсне. Мы работаем уже второй год и «Музыка для всех». Ответственная по институту пасторскому я Наталья Натальевна Таняхова, наша преподаватель кафедры искусства и видений. Так что наша кафедра очень хорошо дружит с Национальной библиотекой. И мы в прошлом году начали, несколько лекций было, и в этом году мы продолжаем свою традицию. У нас будет теперь цикл «Пять лет по музыкальной культуре». И наш цикл открывает доктор искусствоведения, профессор нашей кафедры, член экспертного совета по вопросам формирования реестров объектов нематериального культурного наследия Российского комитета по сохранению нематериального культурного наследия при Комиссии Российской Федерации по делам НУНЕСКО. Крупный этномузыковед, известный исследователь традиционного и современного музыкального творчества народа в Севере и Актики, ну и также современный музыкальный композитор в Сибири, фольклорист Оксана Эдуардовна Дабжанте. Вот и, пожалуйста, мы предоставляем вам слово Оксана Эдуардовна. Большое спасибо, вы меня так солидно представили, мне аж неловко стало. Ну, я очень рада видеть всех, кто пришел на сегодняшнюю лекцию. И давайте мы с вами поговорим о нашей теме лекции, а именно о музыкальном фольклоре арктического народа, который живет на Таймыре. Это нганасаны, и они до последнего времени, до 20 века, сохраняли очень древнюю культуру арктических охотников на дикого северного оленя. И я выбрала данную тему для нашего разговора, именно потому что на примере нганасан мы можем увидеть те явления фольклора, которые наиболее древние, относятся к самым древним пластам музыкальной культуры. И у других народов они уже не сохранились, а может быть, есть только воспоминания о них. И мы будем говорить сегодня о тех вещах, которые, как мне кажется, будут полезными вам, как преподавателям музыки, которые помогут некоторые универсальные моменты понять. Ну и в целом расширят ваш кругозор. Я надеюсь, что этот час мы все вместе проведем с некоторой приятностью и полезностью. Итак, позвольте мне приступить. Значит, сегодняшняя лекция основана на издании «Певцы и песни о вамской тундре». Это сборник музыкального фольклора Нганасан, в котором я являлась составителем и который, как мне кажется, достаточно полно представляет музыкальную культуру этого народа. Немножко позже я поговорю об этом. Просто эта книга доступна, она есть в Якутске и в библиотеке нашего института, и в национальной библиотеке. Поэтому мне показалось, что возможно на ней и построить наш разговор. Значит, для тех, кто работает с детьми, я хочу порекомендовать следующие лекции на Ютубе. В такой самой популярной форме коротенькие 10-11-минутные лекции по детским песням, по колыбельным, личным и иносказательным песням Нганасан, они уже были подготовлены. И, может быть, где-то вы даже их сможете использовать в вашей практике работы. Вдруг они вам окажутся полезными. Я буду только рада. Для того, чтобы представить себе, что такое Таймыр и какова природа, в которой живет этот очень небольшой народ Нганасан, давайте посмотрим на фотографии. Итак, Нганасан всего насчитывается чуть более чем 750 человек, то есть менее тысячи человек. Это очень малочисленный народ, тем не менее народ, который имеет свою совершенно уникальную культуру, которая сформировалась в условиях тундры. Здесь вы видите реку Авам, которая протекает на центральном Таймыре и впадает в реку Пясина. Нганасаны – рыболовы, охотники, оленеводы. Это тоже на реке Авам, три сопки, которые называются «Три брата». И есть такое мифологическое осмысление этого места, есть легенды, связанные с этим местом. Данные фотографии были сделаны по проекту «Дети природы», когда более 10 лет назад мы раздавали одноразовые фотокамеры, как раз представителям коренных малочисленных народов, молодым людям, и они фотографировали. То есть те фото, которые вы сейчас смотрите, их сделали сами Нганасаны в своих поселках, в Усть-Аваме и Волочанке, на центральном Таймыре. Вот как раз начало полярной ночи, последние лучи солнца. Полярная ночь длится на Таймыре два месяца, и это действительно очень темное время. Ну и перейдем, собственно, к лекции. Итак, данный сборник «Певцы и песни Авамской тундры» посвящен памяти Надежды Тубяковны Костеркиной, прекрасного филолога, переводчицы с нганасанского языка, так как большое количество текстов, помещенных в данном сборнике, как раз подготовлено Надеждой Тубяковной. Она дочь шамана Тубяку Костеркина, сама прекрасный знаток и фольклорной традиции, и знаток, очень тонкий знаток филологии, очень умелый переводчик таких сложных, в частности, иносказательных текстов. И еще несколько слов о филологах, без сотрудничества с которыми, собственно, ни один музыковед, этномузыковед жить не может, потому что кто будет переводить и правильно записывать очень сложные национальные тексты, в которых сложная фонетика, сложный синтаксис, грамматика. И очень мне приятно сегодня вспомнить Евгения Арнольдовича Хилимского и то, как мы в конце 80-х годов вместе с ним ездили в экспедицию в поселок Усть-Абам, потому что Евгений Арнольдович Хилимский как раз был и записывал, сам и переводил некоторые тексты иносказательных песен, и очень многое сделал для того, чтобы филология самодийских языков развивалась. В частности, на следующем слайде вы видите Гусева, Валентина Юрьевича, его ученика, Брейкину, Марию. Это те молодые лингвисты, которые прошли прекрасную школу Хилимского и теперь достойно, достойно очень продолжают дело изучения самодийских, в целом уральских языков. И на фото есть представлен здесь Лабанаускас Казимир Изидорович, тоже знаток, исследователь самодийских языков, мганасанского, немецкого, эйнцского языка. Он литовец по национальности, но говорил прекрасно на всех этих языках и профессионально работал как фольклорист. Его некоторые тексты тоже есть в этой книге. Ну, естественно, в основе книги лежат полевые записи музыковедов Юрия Ильича Шейкина, в первую очередь. Здесь вы видите его на фото, на заднем плане. Также мои и Никифоровой Веры Семеновны, которая тоже не один раз была в экспедициях на Таймыре и довольно много сделала для фиксации как раз музыкально-фольклорных традиций таймырских народов. Вот в сборнике представлено 50 образцов музыкального фольклора Нганасан с нотами, полными текстами на нганасанском языке, переводами комментированными на русский язык, представлены фотографии исполнителей, представлены эссе, там статьи о музыкальных инструментах, ну и так далее. И здесь список фольклорных исполнителей, которые пели для этого сборника. Многих из них уже нет в живых, к сожалению, но их тексты, их мелодии благодаря этой публикации могут их дети, внуки выучить, вспомнить своих родных. И благодаря вот таким публикациям, собственно, песенные традиции, они могут продолжаться. Потому что мы сейчас, я сегодня буду рассказывать как раз о том, как по сборнику дочь выучила песню своей матери и ее довольно успешно исполняет. И теперь мы перейдем к обсуждению жанров музыкального фольклора нганасан и начнем с самого такого сложного для понимания и интересного, на мой взгляд, жанра иносказательных песен. Эти песни называются «кэнгэрся» от глагола «кэнге» – «петь». И «рся» – это возвратная такая частица пения друг к другу. И вот это представляет собой, это пение, как бы песенный разговор. И сами нганасаны, они очень высоко ценят искусство красного хорошего слова. Вот Попов в 30-е годы записывал нганасанский фольклор и пишет «Искусство хорошо говорить ценилось у нганасан очень высоко. В старину устраивались словесные поединки между умеющими красно говорить». То есть это были специальные состязатели, на которых выявлялся именно победитель. И вот для этих состязаний использовался специальный язык, который назывался «кэнгалар». Долгих Борис Осипович тоже в 30-е годы проводил ряд переписей в Красноярском крае на Таймыре записывал фольклор нганасанский. И он как раз пишет, что «на этом языке объясняются и шутят молодые люди и девушки, устраивают состязания в остроумных шуточных песнях». И в чем же состояли данные состязания? Дело в том, что для юношей и девушек знание вот этого особого песенного языка «кэнгалара», оно знаменовало их интеллектуальную готовность вступить в брак. Так как текст очень сложный, недаром этим «кэнгаларом» занимался академик Хилимский. Он выявил то, что в данном тексте, в аллегорическом тексте, присутствуют три уровня зашифрованности. Первый уровень шифровки связан с сюжетом, то есть используются сюжетные аллегории. Например, когда в песне поется о том, что юноша едет на нарте и видит, как посередине лайды цветочек качается в одну, в другую сторону, то речь идет не о цветочке, а о том, что юноша видит девушку. Далее поется о том, что над цветочком вьются мошки, но на самом деле вокруг этой девушки женихи находятся, пытаются к ней посвататься. Вот такие сюжетные аллегории, они типичны для иносказательных песен и создают специфику этого жанра. И это первый уровень шифровки. Следующий уровень шифровки – это то, что используются архаические слова и слова, которые устаревшие, вышедшие из употребления, или слова, которые используются только в Кейнгерсе, в бытовой лексике, они не употребляются. То есть вот этот уровень загадки связан с лексикой. И третий уровень шифровки связан с тем, что в словах переставляются слоги. Слоги идут не по порядку – первый, второй, третий, четвертый, а меняются парами – третий, четвертый, первый, второй. И в следующем слове опять меняются слоги местами – третий, четвертый, первый, второй. Представьте, какая головоломка для лингвистов это все записать, вот эти сложные тексты, даже для ученых. А вот этим языком должны были овладеть юноши и девушки. И если они могли эти песни петь и разговаривать с помощью этих песен, тогда они могли уже вступать в брак. То есть это была действительно такая проверка мозгов, проверка умов. Насколько вы соображаете, молодой человек, сможете ли вы жениться. И вот как пример давайте с вами посмотрим и послушаем иносказательную песню Энса Совалова, которую исполнила Валентина Бендолеевна Костеркина. Вот она на фотографии. И немножко давайте посмотрим текст песни и попытаемся понять, в чем там иносказание. В Антоне, видите ли, разделившаяся река, похоже, надвое разделилась. Одна река-вода в левую сторону делает поворот, другая река-вода в правую сторону делает поворот. Нам кажется, что человек пришел к реке и наблюдает некоторый пейзаж. Но на самом деле речь идет о сложном жизненном выборе, который стоит перед Соваловым. Совалов хочет как-то завязать интимные отношения с девушкой, с дочерью шамана. И какой тип отношений он выберет, либо это будут внебрачные отношения, либо он к ней посватается по закону, это и есть вот эти два разделяющиеся рукава реки. То есть он стоит перед ситуацией выбора. Далее он наблюдает у левого поворота реки, как будто по берегам среди выцветших трав, только что ставшие нарты пропесоченными концами полозьев не был устремлены. И вот здесь возникает на левом повороте образ смерти, потому что нанасаны оставляли своих покойников, это было наземное захоронение, на нарте. И вот это оставленные нарты, занесенные песком, это символ захоронения, место, которое вообще запрещено приходить. А у правого поворота, как будто по берегам Куропаточьи зайчьи следы видны. Вот на правом повороте, на правом рукаве реки, вот эти следы, на самом деле это вот как раз и есть женихи, есть претенденты на руку девушки, которые хочет посвататься с овалом. И он спрашивает, теперь-то на какой поворот своего оленя я погоню, я сейчас правого рукава реки склонен держаться, теперь-то теперь я начал разворачиваться. Вот этот правый поворот, то есть по солнцу, символизирует правильное решение, законное решение, и желание юноши именно высватать девушку, вместо того, чтобы заходить с ней такую внебрачную связь. И после того, как мы разобрали этот сюжет, давайте послушаем, как поет Валентина Бенталеевна Костеркина. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь мы немножко остановимся, и дальше мы послушаем продолжение этой песни в исполнении Кудряковой Светланы Мойбовны. Это дочка Валентины Бенталеевны. Светлана – дочка. Дело в том, что она училась в Норильском музыкальном училище, после училища вышла замуж и распределилась, поехала работать совершенно в другой поселок, не в свою родную Волочанку, а в поселок Сындаска, который почти за 800 километров расположен на север. И она очень долго не общалась со своей матерью. И потом, когда она вернулась в свой поселок, уже и матери-то не стало. И Светлана – обладательница прекрасного голоса, она хорошо поет, она работает как раз в Сельском доме культуры, директором дома культуры. Она тогда ко мне обратилась, спросила, Александр Эдуардовна, вы мою маму записывали, могли бы вы мне кассеты дать? Конечно, я ей записала. Я Светлана с помощью кассеты, с помощью этого текста, она теперь выучила все песни своей матери, и она их прекрасно поет. Она выступала на многих фестивалях, конкурсах, является настоящим пропагандистом под национальной музыкальной культурой Нганасан. И давайте послушаем, как она поет эту же песню, но уже более современно, очень интересно. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Что сейчас, когда уже все меньше Нганасан вообще могут разговаривать на своем языке, даже на бытовом уровне, мы не можем мечтать о том, что кто-то будет как в старые времена импровизировать эти тексты. То есть эти песни уже являются безусловным раритетом культуры. Но слава Богу, что они хоть в таком виде сохранились. В целом песня по-анганасански называется «Балы». И вот песни подразделяются на следующие виды. Это личные песни, застольные песни и детские песни. Личная песня, наверное, один из самых важных жанров, потому что это как раз выражение настроения человека. Это полностью выражение души человека. «Меня одного песня», «Моя песня», «Манабылы», говорят в ганасане, и говорят именно о мелодии. То есть «Манабылы», «Моя песня», это моя мелодия. Когда человек вступает во взрослый возраст, он сочиняет для себя ту мелодию, которая будет его сопровождать уже на протяжении всей жизни. И именно на эту мелодию он будет импровизировать некоторый текст. Когда у него будет веселое настроение, он будет шутливо петь. Когда будет грустное настроение, он будет петь песню, возможно, даже трагическую, связанную с потерями жизненными. То есть вот это есть застольные песни «Манабылы», песня «Выпившего человека». Они появились уже сравнительно поздно, в 20 веке. Это та же личная песня, но спетая уже в состоянии «Манабылы». Вот в качестве примера хочется вам привести личную песню с икума деревни Яродской. Вот прекрасная такая мастерица, мать восьмерых детей, вырос... Семерых детей, извините, которая их вырастила. Очень лауреат всяческих конкурсов по шитью, по мастерству вышивки, участница многих фольклорных фестивалей. Такая очень хорошая женщина, с икума деревна, она поет свою личную песню, в которой как бы рассказывает свою жизнь. Давайте посмотрим. Я свою личную песню спою. Семерых своих детей я вырастила, своими руками вырастила, без всякой награды вырастила и одела. От людей одежду для них не покупала, сама сшила. Вот это очень важно для нее, потому что она мастерица. Вы представляете, что значит в тундре сшить одежду для семерых детей, плюс для мужа. И одежда носится зимние 9 месяцев в году, постоянно рвутся варежки, постоянно нужно подшивать обувь, обувь, штопать, зашивать, ремонтировать, а и шить новые комплекты уже для выросших детей. То есть вот нанасанские женщины, они к старости, вот такого положения, они все очень согнутые, они все вот согненные, как крючочком, потому что все время сидит и шьет, 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 днями и годами. И вот она дальше говорит, я своим указательным пальцем правой руки шила, потому что на указательный палец одевается наперсток и нужно все время через оленью шкуру эту толстую иглу пропихнуть. И очень у многих этот указательный палец правой руки тоже превращается в какой-то такой вот крючок и она деформируется из-за большого усилия. И последняя фраза «Сейчас-то я стала плоха, глаза не видят, не могу шить». Это нам показывает, что как раз песня импровизируется уже когда женщина в пожилом возрасте. Это воспоминание о том, как она трудилась всю свою жизнь. Давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Например, женщина сидит, шьет днями и она может целый день напевать песню, рассказывая самой себе о своей жизни. Или мужчина чинит сети, тоже будет петь. Либо в дороге, когда едет на нарте человек, он тоже будет петь, чтобы сократить себе вот это длинное свое путешествие. То есть песня продолжается любое количество времени, столько пока человек уже не устанет петь, не устанет сочинять слова. А вот есть детские песни, очень интересные они, потому что каждый взрослый человек, имеющий детей, для каждого своего ребенка сочиняет вот такую именную песню. И Тубяк Удюхадович Костеркин из поселка Усть-Абам, он, видите, такой обаятельный, веселый человек с трубочкой в национальной инганасанской одежде. Вот он для всех своих детей сочинил такие песни, музыкальные портреты. Сейчас мы с ними познакомимся. Вот Надя, его дочь, фотографию Нади мы видели, это Надежда Тубяковна, переводчица и филовок, памяти которой посвящен данный сборник. Ее инганасанское имя Дингимяку. У многих нганасан сейчас существуют параллельно русские имена, но есть и свое имя, национальное. Так вот, Надя, как помни, ее папа рассказывает, она всегда была очень серьезная и очень такая ворчливая, все время как бы чем-то недовольная, хмурая ходила, все время как бы ворчала. И вот такой текст «Монту Надя, Надя муну дюа, ны ны дяка дюту». Ны – женщина панганасанский, вот маленькая женщина ворчитана. Послушаем. Да, потому что это же шутка. Когда ребенок слышит свою песню, он слышит мелодию, которая обращена к нему, ребенок начинает улыбаться, потому что эта песня ласкает его слух, и девочка знает, что это о ней поются. И папа, конечно, очень счастлив, рад и тоже смеется. В общем, такая любовь к детям, большая любовь выражается в этих песнях. Вот младшая сестра Нади, Люся, говорит, Люсенька из всех женщин маленькая женщина. И вы слышите, что это совершенно другая мелодия, это уже музыкальный портрет другого ребенка. Потому что мелодия, она как бы рождается из наблюдения родителей над тем, как ребенок ходит, над его движениями, над его какими-то ужимками или первыми детскими словами. И у каждого ребенка в семье своя собственная песня, свой собственный вот такой музыкальный портрет. Миша тоже сынок, самый младшенький. Миша раскачивается, Миша начал говорить, начал лепетать. И вот такие интересные слова. Миша – это двигаться неуверенно, ходить в перевалку, балансировать, чуть прихрамывать при ходьбе. То есть такие слова, которые как раз передают походку ребенку. Таким образом, эта традиция именными песнями награждать каждого ребенка в семье – это очень важная традиция. И показывает, что у человека есть несколько личных песен, получается. Первую ему сочинят родители, когда он маленький. А уже свою настоящую личную песню он сочинит для себя сам, вступая во взрослый возраст. Но есть еще колыбельные или нюаль андерсибся былы от слова лянтеры – баюкать. И это уже не именные песни, а они поются в целом просто на слоге. Кэгэй-кэгэй-кэгэй-ка, кэгэй-кэгэй-кэгэй-ка. Слушать мы не будем из-за того, что у нас немножко мало времени. Эти песни как раз они общие для всех и предназначены для того, чтобы просто укачать и усыпить ребенка. Очень важны в музыкальной культуре Нганасан эпические сказания. Значит, и с музыкой как раз это ситабы. Есть еще дюремы, такие сказания без музыки. Давайте мы про ситабы поговорим, потому что в них всегда есть мелодия, в них всегда есть вокальное исполнение. И вот эти ситабы – это сказания о героях, о богатырях, о подвигах, о сражениях, о богатырских сватаниях, о войнах. Такие сюжеты сложные, бывает 20-30 персонажей в одном сказании. Кровь рекой льется. Это вообще не похоже ни на какие такие добрые русские народные сказки. А это жестокий мир древности, сплошные войны и сражения. И происходит музыкальная композиция ситабы строится таким образом, что сказитель рассказывает речью, а потом в какой-то момент начинает петь. И вот сказитель Тубяку Костеркин говорит, ситабы бывает в упряжку садиться. То есть, когда начинает петь, это уже момент езды на упряжке. А когда пешком идет, значит, рассказывает речью. Более того, Тубяку Дюхадович говорит, каждый ситабы идет своей дорогой. То есть, у каждого сказания есть свой индивидуальный напев. А в другом сказании уже другой напев. То есть, сказитель, который знает несколько или много сказаний, он должен обладать очень хорошей музыкальной памятью, чтобы знать, на какую мелодию поется какая сказка. Сам Тубяку Дюхадович Костеркин, от него записали 290 ситабы. Можете себе представить, 290 сказаний, в каждом из которых не менее пяти или более персонажей. И все эти 290 сказаний со своими собственными мелодиями, не похожи одни на других. То есть, это еще, кстати, достаточно неисследованная тема, но показывает нам, что культура древних арктических народников, народа этого охотников на оленя, она отнюдь непроста. И вот эта древность, это не значит простота и понятность. А древность, это значит очень большая музыкальная рафинированность. И может мы даже еще не понимаем, зачем так много мелодий, зачем так много этих сказаний. И мы познакомимся с голосом Нины Дентумейны Чунанчар из поселка Устявам, от которых записана коллекция эпических напевов и текстов. И в общем, одна из этих ситов, очень интересная на такую женскую тему, про дочь хозяина зеркального чума, которую зовут Сулатую Нанку. И вот как раз у Нганасан есть не только богатыри, которые могут из лука стрелять, но есть и женщины-богатырки, которые сражаются наравне с мужчинами и могут защищать честь своего рода. Как раз такая Сулатую Нанку. Давайте посмотрим текст. Мы видим, что это эпический отсчет времени уже. Ребенок вырос. Сын хозяина Белого Яра по имени Мостообразный Лук посмеялся над нашим родом. У тебя нет брата? Когда-то наш родовой лук, Сулату, двойной лук, тоже бывал в женских руках. И вот, услышав такие слова, дочь хозяина зеркального чума, одев военные доспехи, оперевшись на двойной лук в дымовое отверстие, чума вылетела как подброшенное. Представьте себе, в чуме есть наверху такое отверстие, куда выходит дым, и туда вылетает главная героиня. На запад летит, рассекая тучи, и два ее глаза горят, как звезды, подобно яркому свету полярной звезды, две полы ее парки, подобны крыльям самых больших орлов. И в тот момент, как раз, когда летит по небу персонаж, это время как раз для пения. Давайте послушаем, как поет Нина Дентумеевна. Суланчар Нина Дентумеевна из поселка Устявам. Номер один. Сулату Нанку. Переводить пока не надо. Нина Дентумеевна. Переводить пока не надо. Субтитры подогнал «Симон» Вот здесь мы остановимся. И вы уже замечаете, что в музыкальном фольклоре «Анганасан» все песенные жанры, и личные песни, и иносказательные детские песни, а также эпос, все, что поется, идет без сопровождения музыкального инструмента. Не только в культуре «Анганасан», но и другие самодийские народы, например, ненцы, энцы, у них то же самое. Вот инструменты сами по себе существуют, а песенные жанры сами по себе, то есть вокал идет одноголосно. И только в шаманском обряде там есть и пение, и звучание музыкальных инструментов. И там даже может много участников, даже кор такой или ансамбль составляться. Ну это так в целом. Если говорить про музыкальные инструменты и звуковые орудия, то их можно подразделить на инструменты, которые в шаманском обряде. Это бубен, посох, это инструменты табуированные, их могут касаться только шаманы, члены его семьи, и больше вообще никто. Они запрещены для использования другими людьми. И инструменты необрядовые. Это те звуковые орудия, которые связаны с трудовой деятельностью, с охотой или с досугом. И эти звуковые орудия необрядовые, они часто архаичны, относятся к архаическому типу по типологии Юрия Ильича Шейкина. Совершенно недолговечны, то есть они могут быть изготовлены только для того, чтобы на них поиграть из подручных средств, одномоментно. Значит, кратенько про музыкальные инструменты вам скажу. Вот, например, музыкальный лук «Конгинте динте» в Панганасанскин – это поющий лук. То есть охотник, который скучал на охоте, мог музицировать на этом луке, доставляя себе удовольствие его звучанием. Давайте чуть-чуть послушаем. «Конгинте динте» Техника игры на этом инструменте довольно интересная. Для того, чтобы услышать звук, надо один из концов древка лука зажать зубами. И потом стрелой бить по тетиве лука, причем вы слышите как ударное движение, так и такое, как трение, фрикционное, тип звукоизвлечения, получается разные тембры. И, подобно хамусисту, исполнитель может менять фонацию, он может менять положение рта, произнося как бы про себя разные звуки, и звук лука будет меняться. Ну, это такая вот как бы древняя, древний хардофон, древняя очень скрипка однострунная. Есть вихревые жужжалки под названием санихеры. Давайте послушаем. Вихревые жужжалки под названием санихеры. Обещаемая жужжалка биохеры вызывали ветер с помощью этого инструмента, обрядового, например, летом, когда оленям очень сильно досаждал гнус, москиты, надо было, чтобы появился ветер, и прогнал всех этих насекомых. И вот вращали над головой биохеры, тем самым вызывая ветер. Сейчас оба инструмента – это просто детские игрушки, а в старину они имели ритуальное значение. И сейчас очень часто их, кстати, используют фольклорные ансамбли для того, чтобы передать звук ветра, звук курби. Давайте послушаем. Так, свисток из гусиного пера – простейший аэрофон. То есть простейший духовой инструмент. Просто на гусином пере делается два надреза, из-за чего перо превращается уже в такой язычковый инструмент, типа кларнета, такого предка кларнета. Используют его охотники, когда хотят приманить гуся. То есть это манок на птицу. Используется на охоте. Субтитры создавал DimaTorzok Очень кратко, несколько инструментов показав, не обрядовых. Давайте обратимся к музыкальным инструментам шаманского обряда, потому что шаманская культура, Нина Сан, она очень богата, великолепно исследована этнографами Андреем Александровичем Поповым, Галиной Николаевной Грачевой, Юрией Борисовичем Симченко, долгих. В общем, очень шикарные публикации этнографов существуют. И музыка шаманского обряда тоже уже неплохо описана, поэтому есть о чем поговорить. Так вот, роль музыкальных или фоноинструментов играет не только Бубин, но обязательно все металлические позвонки на шаманском костюме, которые, когда шаман движется, эти позвонки между собой соударяются. И таким образом шаманский костюм пробуждается, потому что все нашитки металлические на этом костюме имеют свой не только символический смысл, но они являются физическим воплощением шаманских духов. И когда вот эта шаманская парка Кахья, называют ее Анганасаны, шевелится, издает звук, это значит, что шаманские духи приходят. То есть это имеет важное, очень сакральное значение, вот соударение металлических позвонков. Ну и кроме того, вы можете увидеть, что некоторые из этих позвонков, металлических имеют форму птиц, форму оленьих рогов, форму солнца. То есть это все такие очень важные символы на костюме. Но, безусловно, важнейшими инструментами являются бубен и колотушка, которые мифологически осмыслены в культуре. Бубен представляется оленем, потому что именно с помощью бубна шаман мчит в сверхъестественные миры. И если бубен – это олень, тогда колотушка – язык бубна, потому что с помощью колотушки бубен говорит. Либо это нога бубна, потому что она мчится вместе с ним. Но не только как олень бубен осмысливается, но как вселенная. И об этом свидетельствуют рисунки на бубне. Он может осмысливаться как облако или как символ какого-то времени, например, года или недели, ну или другого отрезка времени. То есть в целом всегда с бубном шаманским связана очень сложная мифология. И еще раз скажу, что это в культуре всех самодейских народов, не только Наганасан. Это табуированный инструмент. Играть на нем может только шаман, никто другой. Но что делать, если бубна нет, если шаманство происходит в какой-то безлесной тундре, где не из чего сделать бубен, тогда можно взять посох. Просто взять палку из лиственницы, вырезать ее и использовать как заменитель бубна. По этой палочке ударять ударной палкой хо-сихуа и таким образом тоже обращаться к духам. Посох чире такой же живой, как и бубен. Посмотрите, вот на верши посоха. Здесь на фотографии как бы трезубец такой. И этот трезубец украшен лицами духа. А нижняя часть посоха оформлена как оленья копыта. То есть вот такое осмысление шаманских атрибутов, как живых существ. Более того, их кормят, их мажут кровью олени, оленем жиром, окуривают багульником, брызгают водкой. То есть надо обязательно кормить тех духов, которые находятся внутри шаманских атрибутов. Нужно сказать, что как же сохранять необходимо музыкальный фольклор Мганасан. Вот это сложная проблема. Так как, понимаете, вы слышали прекрасно эти песни, и вы услышали, что не только мелодии имеют, мелодии вообще странные, на наш взгляд. Они не мажорные, не минорные. Их очень трудно записать на ноты. Там очень много микротонов. Там все время идут скольжения голоса, всякие вибрато, глиссанда. И вы понимаете, что эту мелодию по нотам очень трудно заучить. И даже по диску ее трудно заучить, по звукозаписи. Потому что особые тембры используют исполнители. Очень интересные эти своеобразные тембры. Поэтому сохранение музыкального фольклора, на мой взгляд, должно иметь комплексный характер. Во-первых, должна быть обеспечена база источников и методическая база для обучения пении. То есть изданы соответствующие сборники, литература. Кроме того, нужно обязательно какое-то тьютерство. То есть даже будут организованы специальные кружки или студии традиционного нгоносанского пения. Но всегда под руководством пожилого человека, который знаком с традиционными формами пения. Потому что, как я уже сказала, ни по нотам, ни по фонограмме это все выучить невозможно. И, наконец, нужно создавать дружественную мультикультурную среду для развития этого вида народного творчества. Потому что не секрет, что многие представители коренных малочисленных народов стесняются своей национальной принадлежности. Они как-то стесняются заявить о себе и стесняются говорить на своем языке. А то петь уж так, тем более. Поэтому вот эта дружественная среда – это очень важно, чтобы развитие музыкальной культуры шло своим чередом. И уже заканчивая нашу лекцию, в общем, хочется вам сказать спасибо за внимание. И если есть несколько вопросов, давайте зададим их, ответим. У нас несколько минут есть для этого. Здравствуйте! Добрый день! Спасибо за очень интересную содержательную лекцию. Вот в тексте вот такой образ приводится – зеркального чума. Зеркального чума. Вот это просто метафорический образ? Или же есть какие-то здесь вот у него отсылки уже в мифологии, в этнографии? Вот какой-то вот интересный образ – зеркальный чум. Ну, честно говоря, это пока никто не описал, этот зеркальный чум. А она сама, Нина-то говорила о том, что как бы там он такой яркий, он так хорошо все отражает, как зеркало. Как зеркало. Как зеркало. Понятно. Действительно, эпос очень архаичный. И вот у меня вот такие некоторые аналогии возникли в связи вот с юкагирской музыкальной культурой. Вот иносказательные песни, которые вот сохранились у Нгана-сан, у юкагиров они, к сожалению, уже не сохранились. Их сто лет назад, более ста лет назад, фиксировал Ехельсон. Вот он только вот тексты песенные приводит, где мы видим, что действительно были тоже такие очень сложные, с символикой такой сложной, да, образностью иносказательные песни. А вот уже фольклорная живая практика у нынешних юкагиров, она, к сожалению, исчезла. Вот. И песни, специально сочиняемые для детей, такие миниатюрные, они тоже вот имели место вот у юкагиров. Поэтому очень такие интересные вот тоже аналогии возникают у одного из самых северных народов. Спасибо. Спасибо вам большое, Татьяна Иннокентиевна, за вопросы. Действительно, вот музыкальный фольклорный гоносан, он дает очень много пищи для размышления, так как вот такое впечатление, что гоносаны сохранили то, что другие народы уже давным-давно прошли эти стадии и утеряли. Поэтому нам интересно посмотреть на вот эти сохранившиеся моменты для того, чтобы представить, а ведьмы такими же были когда-то. Потому что об этом пишет Грачева Галина Николаевна очень хорошо. Она пишет, что гоносаны, потому что они жили вот на этом Таймыре, не просто за полярным кругом, а еще полуостров, который с трех сторон ограничен морями, и с юга там горы Путараны, такие они не очень высокие, но достаточно уже по ним легко не пойдешь пешком. И получилось, что они законсервировали древнейшие традиции. Вот этнографы это отметили в середине 20 века, что у гоносан в законсервированном виде сохранились древнейшие виды обрядов, виды одежды, и в том числе и музыка древнейшая сохранилась. Поэтому народ очень интересен и для изучения, и для построения каких-то параллелей, в том числе и типологических. Спасибо. Можно я спрошу, да, Оксана Дёрдовна? Спасибо за лекцию. И у меня такой вопрос. Вот после Тубяку, Дюссимяку, Костеркиных, там кто-нибудь продолжает их обрядовые традиции? К сожалению, шаманские обряды сейчас это уже прошлое. Никто не делает обрядов, потому что так сложилось, что живых шаманов нет. Так звучат шаманские песни, потому что есть дочь шамана, она может исполнить песню как воспоминание о своем отце, но это уже не обряд, безусловно. Они родной язык изучают, да, в школе, в школах ведь их совсем? Да, есть как факультативные часы, в школах есть по родным языкам. Кроме того, сейчас в детских садах есть такая программа «Родное гнездо», где изучают с помощью тьютеров свой родной язык. Спасибо. Что это делается. У меня есть вопрос. Слышно, да, меня? Слышно, Натана Николаевна. Спасибо за очень интересную лекцию. Я как составитель нотных изданий «Северных народов» под руководством Оксаны Эдуардовны, много узнала о народах Таймурского полуострова. Я узнала, что мой земляк вилюзский, фольклорист и этнограф Андрей Александрович Попов, тоже, оказывается, да, он в Гансанах тоже писал и изучал. Я думала, только он о этих долганах писал. Оказывается, и про этих Гансанах тоже он, оказывается, писал, да. И второе такое, конечно, Оксана Эдуардовна именно по нашей возможности воспользуюсь. И вот есть, ну, по нотным своим изданиям вопрос такой, да. Есть мелодия Таймыра, сборник самодетельных авторов Таймыра и Дудинки, да, 1991 года издания. Там, может быть, овенские и долганские песни. Я хочу заказать из Красноярска для описания, ну, для расписывания. Нет, нет, это мелодии Таймыра, композиторские мелодии. А там долганские есть? Нету, да? По-моему, есть там, Матвей Черду, есть мелодия. А, Черду, это, да, долганские. Да, есть там, можете заказать, конечно. Ну, спасибо. Заказывали жужжалки и включали их звучание, но, к сожалению, не было видео. Очень интересно просто, как это выглядит, так сказать, ну, на видео, да, как вот воспроизводится это звучание. Где-то можно найти это? Боюсь, что нет. Я не видела. Может, есть в Ютубе какие-то концерты? Ну, может быть, какие-то постановочные, ну, в том смысле, что не обязательно там. Скорее всего, да. Скорее всего, найдете. Потому что механика, вот, интересно. Ну, как бы, конечно, на фотографии видно, но как именно вот это работает, было бы, хотелось бы посмотреть. Значит, вот эта пластина на веревке, которая, ее просто раскручивают над головой. А вот пуговица на нитке, это как у всех народов, растягивают. И дело в том, в этих инструментах самую главную роль должна играть веревочка. Наганасану ее делают из оленево сухожилия, потому что и шьют одежду с помощью ниток из оленево сухожилия. И вот именно сплетенная из оленево сухожилий вот эта веревочка, она пружинит, и потрясающий звук получается. Но если заменить синтетическими, то вообще уже звучание, честно говоря, мягко говоря, не то. Поэтому вот важно именно брать аутентичный вот этот вот материал, и он дает замечательное звучание. Мне кажется, было бы еще интересно какую-нибудь музыку попробовать создавать вот с вплетением вот этих инструментов. Это было бы очень автохтонно. Если, допустим, совместить как-то с современными аранжировками, это прям было бы вообще вот такая классная тема. Да, да, конечно, это все еще у нас на Таймыре не тема, которая даже не начала разрабатываться. Был замечательный композитор Примак, но он умер вот два года назад, Владимир Ильич Примак. Он писал полноценную хоровую, симфоническую, камерную музыку и включал туда мелодии фольклорных напевок Наганасан. Он был очень увлечен мифологией и музыкальной культурой этого народа и создавал интересные произведения, но именно в жанрах академической музыки. А то, о чем вы сейчас говорите, это вообще еще поле не паханное. Ну, будем надеяться, кто-то возьмется. Спасибо, очень интересно. Конечно. И вам спасибо. Спасибо за вопрос. Еще есть вопросы? Надежда Афанасьевна пишет, у нас у якутов есть наподобие такого детской игрушки с югенюр. Сейчас можно найти? Значит, вот эти наподобие да, да, конечно, то, что вы пишете, вот эти архаичные старинные инструменты, они ведь как раз это их особенность. Они становятся детскими игрушками, они теряют свое обрядовое значение в культуре и переходят в разряд детских игрушек. Но это не значит, что они перестали существовать и внимательный человек, исследователь музыкальной культуры всегда найдет их, распознает и, кроме того, этим инструментам можно давать вторую жизнь действительно и в ансамблевой музыке, и в каком-то домашнем музицировании. Знаете, напоследок, что у нас будет еще четыре лекции в этом цикле. Да, следующая лекция вот Виктория Георгиевна, это творчество Устина Новсорова, будет у нас и творчество Кирилла Герасимова рассмотрено в третьей лекции, в четвертой Валентина Колесова расскажет про творчество Владимира Ксеноконтова и замкнет наш цикл, это Чукотский партнер в Якутии, в Якутии, то есть вот такой у нас цикл. Сегодня все очень красиво так началось, она так приятно. Редактор субтитров